Жжение в глазах – одно из самых неприятных ощущений, ведь поражается самый чувствительный орган человека – глазное яблоко. Игнорирование дискомфорта слизистой оболочки может стать причиной различных серьезных заболеваний. Первым делом нужно разобраться в симптоматике, сопровождающей неприятные ощущения и выяснить причину появления данного недуга. Есть три основных причины этого явления. Внешние факторы. Аллергические реакции. Инфекционные заболевания. Инфекционные заболевания. Еще одна весомая причина воспаления слизистой – это заболевание. Если вы, проснувшись утром, заметили, что глаза зудят и присутствует сильное сжение, которое сопровождается обильным слезотечением, вам необходимо немедленно обратиться к врачу. Как правило, сильное сжение и слезотечение являются характерными симптомами конъюнктивита. Конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки, возникшей из-за инфекции. Помимо конъюнктивита, существует еще много других болезней с подобной симптоматикой. Выяснить, с какой именно болезнью вы столкнулись, и назначить правильное лечение сможет только врач-офтальмолог. Лечение офтальмологических заболеваний должно быть индивидуальным, особенно если речь идет об инфекционных заболеваниях. Препараты, которые будут эффективны при одной инфекции, станут совершенно бесполезны при лечении инфекции другого вида. Инфекционные заболевания бывают вирусные или бактериальные. Врач, распознав природу заболевания, сможет определить методы ее лечения. Одна из простых причин развития инфекции – некачественная гигиена рук. Если на руках есть микробы, то при минимальном контакте со слизистой оболочкой появляется риск попадания инфекции. Если у вас нет возможности помыть руки или воспользоваться антисептиком, старайтесь не тереть глаза «грязными» руками. Если используете контактные линзы, следите за их состоянием и правильностью их использования. Надевайте, снимайте линзы только чистыми руками. Не промывайте линзы обычной водой, только предназначенным раствором для линз, а после разместите их в специальный контейнер. Внешние факторы При попадании средств бытовой химии на слизистую, вы почувствуете, что глаза режут и они сильно пекут. Дискомфорт возникает вследствие реакции слизистой оболочки на инородные частицы. Они начинают щипать глаза, появляется сильное слезотечение, а также сжение. Первое действие – смыть раздражитель большим количеством теплой воды, после чего промокнуть бумажным полотенцем. Попадание моющего или шампуня часто сопровождается покраснением, поэтому лучше закапать глаза специальным средством. Оно быстро устранит дискомфорт и уберет покраснение. Косметика также может быть причиной неприятных ощущений слизистой, поэтому при выборе косметики необходимо обращать внимание на состав товара. Чем меньше будет агрессивных компонентов в составе косметического средства, тем больше будет вероятность безопасного использования данного продукта. Не забывайте о гигиене. Туши или тени для век должны быть индивидуальны, во избежание заражения различными инфекционными заболеваниями. Выбирая туши или тени в магазине, нельзя использовать тестеры. Они несут риск заражения клещом-демодексом. Частое пребывание перед монитором или телевизором могут вызвать ощущение сухости, сжжения и небольшое покраснение. Здесь все просто, ведь глазам нужен отдых. Закройте их на 30-40 секунд или сделайте специальную зарядку, напряжение спадет, а после можно будет продолжить работу за компьютером. При излишней сухости слизистых используйте специальные капли для увлажнения. Аллергические реакции Воздействие аллергенов на организм провоцирует сжжение, а также различные неприятные ощущения в глазах, такие как покраснение, состояние опухлости, зуд. Все симптомы остаются до тех пор, пока аллерген не будет устранен. Для лечения аллергической реакции чаще всего используют комплексный подход. Чтобы устранить неприятные симптомы можно применять капли, снимающие раздражение или покраснение, а также антигистаминные средства, действующие непосредственно на аллергическую реакцию. Немаловажным аспектом данного лечения является полное устранение аллергена. Для этого необходимо пересмотреть косметику, которую вы используете, изменить свой рацион питания, а еще временно исключить потенциальные аллергены. Периодически посещайте офтальмолога, чтобы понимать какое состояние слизистой оболочки, ведь некоторые заболевания могут не сразу проявляться видимой симптоматикой, а врач сможет их распознать и начать лечение проблемы еще в ее зародыше. Берегите себя и будьте здоровы!